Приветствую, любители растений! С вами цветочница Екатерина и небольшой рассказик о моих спацифилумах. Эти два спацифилума находились у меня во дворе, но первый кашпо Млечный путь, сделанный мной, находилась под вот этим виноградником, и растение было защищено от палящих солнечных лучей. И дождь его поливал, и жарко ему было, но выросло оно за лето довольно таки хорошо. А рядом находится растение, тот же спацифилум, он был шикарнейшим. Не было у меня другого места. Установила я его под навес, вот именно под этот навес, и дождя ему не хватало, и жарко было очень. И хоть и поливала я его по мере просыхания грунта, но разница очень большая. Видите, два растения. Вывод. Если уже устанавливаем на улицу, то ни в коем случае не под навес. И под навесом у меня находилась бругмансия. Про эту красотку у меня есть видео, и я показывала, что находясь под навесом, оно дало только один цветок. Представляете, какое чудо ожидает меня от этой бругмансии, которая теперь находится во дворе, но под открытым небом. Делаю вывод. Под навесом следующее лето, если все будет хорошо, не будет у меня ни одного растения. А будут находиться они на воле, так же как находились и вот эти мои растения. И покажу, как себя чувствуют спатифилумы, которые находились в оранжевейке. Пробрызгала, вымыла ему листочки. Нет у меня времени ухаживать каждый день за растениями, так как работы, конечно, очень много. Но благодарю. Он был мне подарен в 2017 году. Вот так вот. И находится он у меня в кашпо ручной работы. Как же мне нравится это кашпо. Загляните ко мне на плейлист Мастерская Плюшкиных. И вот он второй спатифилум, который все лето провел в оранжевейке. Мне кажется, ему хорошо у меня. Расскажите про ваши спатифилумы, как они себя чувствуют. Да, бывают желтые кончики. Но, честно, я просто их обрезаю. Ну, так уж устроено растение. Живет оно обычно в болотах. Видела это в ботаническом саду берлинской оранжереи. И там тоже были желтые листочки и желтые кончики. В природе за ними никто не ухаживает. И вот там они показаны, как в настоящем виде. Всего доброго. Надеюсь, информация вам понравилась. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем дружить! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!